У людей всегда должен быть доступ к местным властям. Это аксиома, но не реальность. Считаю возможным в качестве пилотного проекта внедрить систему оценки населением эффективности работы местной власти. Касым Жомар Тукаев, президент Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Знаете, чем в нашей съемочной группе запомнился Наренколь? Вот этим звуком. Он сопровождал нас везде. Черные вороны гнездятся почти на каждом дереве. И знаете, этот саундтрек очень подходит к местным декорациям. Три года назад Наренколь стал районным центром. Изменилась жизнь? Да. В лучшую или в худшую стала? В лучшую. В лучшую стала? Да. Чем? Что стало лучше? Да. Все, задом пойдете теперь. Конечно, изменилось немножко. Вот люди стали работать. Больше рабочих мест появилось. А что за рабочие места? Предприятий вроде здесь нету? Ну, предприятий нету, но открылись. Вот ЦОН, например. А, такие государственные? Да, государственные. Таких-то у нас почти нету, можно сказать. За три года изменения в лучшую сторону есть. Появилось больше новых дорог, освещения, мосты. Но по качеству строительства есть вопросы. Я, конечно, не специалист, но разве это нормально, подпирать бордюры вот таким способом? Как будто дети из песочницы пришли и сделали. Это вообще что? Это такая опора, которая держит столб? Ну, почему она тогда? А-а-а! Это просто упавший другой столб. Почему-то, который так и не убрали. Также есть вопросы по тротуарам. Дорогу сделали, а людям как ходить потом? Тротуар жоп. Тротуар жоп. А я черча жоп. Тротуар жоп. А то, что асфальт сделали, этому рады даже коровы. Это вообще нормально, что наряду с автомобилями по дорогам ходит скотина. Нарушаете, дамы, нарушаете? На красный свет идете. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А ходят они по дорогам, потому что больше негде. Местные жители, которые преимущественно живут за счет сельского хозяйства, рассказывают про еще одну проблему. У нас пазбища мало. Пазбища мало, да? В районе? Да, пазбища нету почти. Скоты, бароны. Ну вот мы смотрим, у вас коровы прямо по городу ходят, да? По улицам ходят. Да. На рынку райцентр уже три года как, а предприниматели, например, чтобы пополнить счет, вынуждены до сих пор ездить в Киген. На камеру об этом говорить не хотят. Вообще нету никакого банка? Нет, я же видел вчера там банкомат. Банкомат. А, это только банкомат, да? Понял. Еще есть заброшенные здания. В некоторых, несмотря на опасность, продают мясо, некоторые просто прикрыли нарисованными окнами. Зато в Наренколе построили много новых домов, достаточно симпатичных. Перезимовали здесь? Как зима? Классно. Тепло дома. Тепло было? Очень уютный дом, да. Спасибо всем. Нет, да подождите, давайте честно нам говорите. Честно, смотрите, как классно. Сами видите, тепло. Я вижу, да, вроде тепло. Дома построили, а детские площадки нет. Рядом строится ФОК, но сегодня дети играются прямо на проезжей части. Асо, ай, молодец. Как живет? Круто, круто. Круто? Круто. А есть где детям играться? В площадки детские? А, здесь нету детской площадки. А где есть? Они... В парке есть. В парке? Вы в парк ходите гулять? Нет. А куда ходите гулять? Мы здесь играем вообще. Здесь прямо на дороге? Да. А чем занимаетесь? Играем в футбол. 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 Нет, они даже не умыют. Но больше всего нас, конечно, удивили уличные туалеты. То есть строят новые дома и с уличными туалетами. Зачем? Для удобства. Ну, у нас, видите. В смысле, удобство? Ну, удобно же внутри. Ну, это дети туда ходят, а взрослые иногда. А зачем взрослые на улице? Мы здесь в вашей деревне живем, поэтому мы привыкли, чтобы было туалет на улице. Нет, любят на улицу ходить. Для деревенских удобнее на улице, куда на улице ходить удобно. Теперь про Акимат. Не успели мы приехать в Наренколь из соседнего Кигена, как таксисту, который нас вез, позвонили и начали узнавать, куда мы едем. А в конце вообще попросили его привезти нас сразу в Акимат. Вы звонили? Я. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы хотели? Я ничего, просто... Ну, мы сегодня к вам не будем заходить, мы завтра к вам зайдем. А, хорошо, хорошо. Все? Ага. Рахмет. На следующий день мы, конечно, пошли в Акимат, но найти Акима оказалось не так-то просто. Фамилия ваша? Моя фамилия? А для чего? Ну, надо сказать имя. Акиму? Мою фамилию? Угу. Ниязов. Ниязов. Имя? Асхат. Асхат. Отчество нужно? Нет, не обязательно. Ага. И им? Ничего не надо. Ага. По какому вопросу? По вопросу Акимства. Ага. Сейчас тогда я позвоню. Хорошо. Спасибо. Немного позже вышел пресс-секретарь Акима и ошарашил нас новостью. В данный момент Аким в отпуске, но ее зам Аким есть. С какого числа Аким в отпуске? Это уже неделя. Где сейчас находится Аким? В данный момент он в отпуске дома. Дома? Здесь? Нет. В городе. А, он в городе живет, да? Угу. Понятно. Почему нельзя было сразу сказать про отпуск? Непонятно. Мы готовы были поехать ради Акима в Алматы, где, как нам объяснили, он сейчас находился. Но это не точно. У него телефон не доступен. А он где в больнице? В какой лежит? В Алматинской? Нет, он, по-моему, в санаторий. Что там приблизительно суда и подносит. В итоге, через несколько дней нам позвонил сам Аким и договорился на интервью онлайн. В итоге, когда мы приезжали, вы были, получается, на больничном? Нет, я в отпуске. Ну, использовал отпуск лечением. То есть я полечился, сломал ногу, надо было обратиться к врачу. И 10 дней я полечился в Асхаде. Как вылечились? Все хорошо у вас? Как ваше здоровье? Здорово, на работе, хорошим настроением на рабочем месте. То есть они приезжали, посмотрели, где мы предлагали здание. В данное время, если Ланг до конца марта, если скажут, что они приедут, откроют филиал, то мы с ними готовы работать. Если Ланг откажется работать в Нармпуле, у нас есть другие банки второго уровня. Мы сейчас с ними ведем разговоры. До полугодия, до конца года, мы откроем банк второго уровня в Нармпуле. Платьбищ тесновато, но потому что с одной стороны у нас идет с двух сторон граница. То есть мы работаем населением, то есть предоставляем плачбищ в другом месте, других населенных пунктов. То есть удовлетворить нужное население. То есть у нас земля очень много вокруг других населенных пунктов. Джиа-Ляу, например, свободная. То есть весна начинается, мы увозим весь скот в Джиа-Ляу. Остается там ежедневно на спрос на молоко, один-две скотины, которые дома будут держать. То есть мы работаем над этим вопросом. Да, вы сделали дороги. Жители благодарят. После того, как стал районным центром, стало больше дорог. Вы построили мост, вы построили новые дома. Но внешний вид, все равно ты идешь, ты видишь, что везде перекопано, везде, извините меня, навоз, который оставляют животные. Как вы считаете, внешний вид Наренколя достоин статуса районного центра? В общем, Аким пообещал все сделать. Тротуары вокруг построенных дорог, пастбища, красивый внешний вид, только попросил время. Пару лет и вроде как в Наренколе будет сказка. Однако местные жители говорят, вот если бы до сих пор работал покойный жулан Умаров, все бы происходило быстрее. Опять тот самый Аким, которого просто боготворят в Алматинской области. Молодой, энергичный, жулан Абрая Агнуло. При прошлом Акиме вот это было все задумано, все как началось. Вот все хвалят предыдущего. Да, по строительству это началось. У него методы хорошие были. Какие? Он сам пешком, в нежданное время везде проводил пешком. Сам ходил вот так вот по Наренколе, да? Это с таким не ходит? Не встречали его? Нет. Ну а пока давайте спросим людей про действующего Акима. Он справляется со своей работой? Вот честно, честно. Жакса? Аким? Да. Честно? Отпишу с ней было мы. Честно? Да. Жакса? Жакса. Работает, надо стимул дать ему. Стимул? Да. Какой? Ну, чтобы побольше общался. А, не выходит, да, вот так? Ну, я вот... За три года ни разу не сталкивался? Я не сталкивался лично. Но он на четыре работы. Он справляется или нет? Ну, хорошо так. Почему? Почему так считаете? Ну, бербов, джемстый ветер. А у меня дай яхта. Честно это? Ну. Скажите, он справляется или нет? Конечно. Честно это? Хорошо справляется. Почему вы так считаете? Потому что же видно по работе, вот, смотрите, там, где-то в тот сторону пойдешь, новые дома, 83, в тот сторону мост не было. Он справляется со своими областями? Сто процентов. Сто процентов? Почему? Не знаю, мне нравится, как он работает. А как он работает? Хорошо работает. Раньше не было этих домов, там 20 домов, там еще 50 домов. Вот ФОК новый строится, Акиматы новые, ЦОН новый, все новое здесь. То есть плюс Акиму? Плюс, да. Все, спасибо. Вы тоже Акиму плюс ставите? Да, да, плюс. Это честно сейчас было? Это честно вообще. Это максимально честно. Спасибо, я могу сказать даже за такой дом. Все понятно. Ладно, спасибо вам. Вы ему сейчас плюс или минус за работу ставите? Честно только. Ну, дело в том, что, понимаете, работа-то идет, как я могу сказать, минус. То есть это плюс получается? Ну, получается так. С вас плюс. Ну, по тому, как было и как есть, справляется, наверное? Справляется. Почему так думаете? Потому что развивается. Наранкой развивается? Наранкой развивается. Вы это чувствуете на себе, как местный житель? Да. Честно говорить? Честно говорю. Ну, никак, как покойный Жоан, конечно. Мы, правда, не встретили человека, который поставил бы минус нынешнему Акиму. В принципе, сложно испортить о себе мнение, когда строятся новые дороги, ставится освещение и все остальное. Все-таки новый райцентр. Было бы странно, если бы этого не было. Деньги-то выделяются. Тем не менее, жители рады, а нам больше ничего и не нужно. Посмотрим, что будет через год-два и выполнит ли господин Кудайбергенов то, что пообещал. На сегодня это все. Наше путешествие по Алматинской области продолжается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...